Добрый, добрый, добрый день, дорогие зрители моего канала Марина Цветы. Сегодня я хочу с вами поговорить, можно ли весной делать теплые грядки. И можно ли совсем делать грядки теплые перед высадкой рассады в грунт. И хочу вам поделиться и рассказать только свой обувь. Дорогие мои друзья, у меня вот рядом находятся три небольшие грядки, на которых будет высажена рассада помидоров. Первая грядка у меня была в процессе закладки в течение ранней весны. У меня туда уходил лучок, у меня уходили туда остатки еды, у меня уходили туда скорлупки из-под яиц. Я их просто мелко раздавливала и загружала туда. На вторую грядку у меня получилось так, что я ее запомнила частью листовой земли из леса, из-под акации. У меня осталось после рассады несколько мешков. Очень легкая земля лесная. И я решила грунт облегчить, потому что у нас тут песчаная почва, и я просто смешала с лесной землей. Вот уже попались у нас немножко луковые шелухи. Она очень хорошо борется с фитофторой для болезни. Это благоприятное такое население. А сегодня я хочу вашему вниманию предложить то, чем я буду заправлять третью грядку практически уже за несколько дней до высадки в рассаду. Действительно, теплые грядки можно делать весной, но обращаю внимание на то, что никакие ветки, никакие палочки, лапник, который у вас остался после укрытия, например, роз или многолетников, уже использовать нельзя. Весной мы используем только вещества. Весной мы с вами закладываем только то, что является очень мягкой зеленой массой и очень быстро может переработаться в земле. Ни ветки, ни лапник уже не предопределяет весеннюю закладку в грунт. Особое внимание хочу обратить на то, что не закладывайте сейчас никакие тряпки, ни картон. Бумага тоже имеет время разложения. Корневая система у наших овощей, перца, баклажан обычно мочковая. Она уже формируется в верхних слоях почвы. И пробить вот этот субстрат, который вы очень жесткий можете приготовить, ваши растения не смогут. Дорогие мои друзья, после зимнего хранения у меня осталось немного картошки, которая уже не идет ни в питание, ни на посадку. И я сегодня хочу предложить вашему вниманию вместе со мной сделать теплую грядку, использовав очистки картофельной или вот такая картошка, которая негодная. Но обращаю ваше внимание на то, что ее надо правильно переработать. Даже если вы сейчас, в мае месяце, закопаете очистки картофельные, а сверху высадите помидор, у вас через 2-3 недели из-под помидор могут вырасти кусты картофеля. И, конечно, это не годится. Поэтому я взяла картошку, загрузила вот в такую техническую кастрюлю и довела до кипения. Таким способом картофель и очистка уже не будут давать рост растению. Обращаю внимание на то, что картофель очень хорошее удобрение для нашего сада. Содержится прежде всего крахмал, который очень питает наши овощи. По моей практике, картофельные очистки или остатки картофеля очень хорошо подкапывать под кусты смородины, крыжовника и малины. Этот способ я вам рассказала в дедовских рецептах. Плейлист у меня такой есть. Но сегодня я делаю вместе с вами теплую грядку весной. Практически конец апреля, начало мая. У меня в арсенале, как я вам сказала, картофель, который я буквально довела до кипения. Здесь у меня еще есть шкурки от банан. Вот луковая шелуха мы сейчас. Какие остатки у вас пищи есть. И, дорогие мои друзья, вот именно в такое время весеннее вы можете добавить в теплую грядку весеннюю еще мягкую зелень, недобавляемые пырей и сорняки, которые уже имеют семена. Все остальное вы можете смело закладывать в теплую грядку. Но у меня сорняки трудно найти на участке, поэтому я нашла остатки сидиратов. Это горчица, которую я использовала ранней весной, в марте месяце посеяла. Она у меня уже везде переработана в грунт. Ну вот кое-где еще между цветами я ее смогла найти, и я ее тоже загружу. Вот такая зелень весенней травы нашим овощам дает прежде всего азот. Он нужен для вегетационной массы. Но это в начале. А потом нам надо калий и фосфор. Это для патонизации и для завязывания плодов. Поэтому вот такая трава, она нужна. Но больше обращаем внимание, честно говоря, на остатки продуктов питания, которые содержат и микроэлементы, и вещества, которые нужны нашим овощам. Я для вас сниму видео для городских дачников, где вам взять органику в городе. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал и не пропустите очень много интересных видео, вот советов, как облагородить свою почву. Мы с вами берем траншеи, делаем минимум на штык лопаты. Это минимально. А так вы можете сделать еще глубже, в зависимости от того, что вы сделаете, какую закладку в свою прядку. Я добавляю сюда буквально даже не порезанный картофель, потому что у меня просто нету времени. Некогда мне его резать и чистить. Если у вас остается водичка, когда вы варите картофельное пюре, например, тоже поливайте свои овощи. Это тоже будет очень хороший у вас результат на овощах. И вот так вот мы загружаем нашу грядку, полностью этими очистками. И сверху я засыплю седираты, которые я нашла уже на своем участке. Это будут горчицы. Грядка глубиной 30-40 сантиметров. Картофель будет перегнивать в процессе роста овощей. Конечно, если у вас есть время, вы можете его порезать на более мелкие части. Но у меня просто технически не хватает времени уделить внимания. Вот таким способом мы загрузили грядку. Выливаем водичку. Дорогие мои друзья, у меня остались старые дрожжи, которые уже действительно достаточно старые. Если вы имеете возможность, вы можете купить и свежие дрожжи, и просто вот так вот раскрошить. Бактерии, которые находятся в дрожжах, прежде всего привлекут внимание микроорганизмов и червячков. Они тоже будут здесь у нас производить свою работу. Это тоже будет очень полезный такой у нас рецепт. И я вам давала в дедовских рецептах подкормки то, что мы свои овощи с вами будем удобрять три раза дрожжевыми настоями. Вы найдите эти рецепты. Всего лишь три раза обеспечат необыкновенный урожай вашим овощам. Особенно это относится к помидорам, к баклажанам, к перцу. Для огурчиков немножко другой рецепт. Закладываю я зеленую массу. Это горчица у меня. Вот таким способом. Если сорняки у вас уже есть в мае месяце, все, что без семян и пырей нельзя, вы можете смело загружать на грядку. Соливаем водичкой, увлажняем. Такую грядку вы можете делать буквально за неделю до высадки овощей на грядку. Ну, даже по мере возможностей, потому что очень часто вы приезжаете на свой садовый участок и не располагаете таким свободным временем, потому что работы очень много. И вот мы оставляем на несколько минут, чтобы вода впиталась у нас в грунт. И практически засыпаем землей. И вот у нас теплая грядка уже готова к использованию. Засыпаем землей. И вот у меня есть еще лесная земля. И я ее добавляю еще в грядки. И теперь мы сверху засыпаем грунт, который мы снимали. Его можно перемешать вот так вот с лесной землей, для того, чтобы добавить куристости. Сейчас для растений очень важно, потому что корневая система должна находиться в очень легком грунте. Если у вас земля глинистая, ваши растения будут угнетены, корням очень тяжело. Если у вас земля кислая, это тоже большая проблема. Если вы добавили переизбыток торфа, ила, особенно низинного, это все может вашим овощам создать определенные проблемы. Поэтому вот таким способом вот так вот грядку перемешал, выровняв, снова можно ее полить и оставить на несколько дней, скажем так, для вызревания. Я ответила на ваш вопрос, можно ли делать теплые грядки весной? Не только весной ранней, но практически в начало мая, в конце апреля, я заправляю свои грядки вот таким вот. Я ответила на ваш вопрос, можно ли делать весной теплые грядки? Не только ранней весной, но вот практически конец апреля, начало мая, я приготовила, заправила вот такую грядку таким способом, Рассаду которой я семена посеяла 1 апреля. Это нерскорослые семена помидоров. Я сейчас пролью эту грядку. И буквально уже завтра я ее посажу в эту грядку. Потому что времени у меня нет. Нагрузка, как у всех у вас, у меня очень большая. Я знаю, что способ, который я использую, принесет очень большую пользу моим овощам. Картофель, все остатки будут перегнивать. Выделяется углекислый газ, выделяется сера в малых количествах, которая очень необходима для рассады в таком раннем периоде. Углекислый газ нам нужен для вегетации, потому что листики у нас питаются углекислым газом. А сера, дорогие мои друзья, способствует борьбе с фитофторой. Сейчас я для вас сниму несколько видео и в теплице, что надо уже приготовить. И для борьбы с фитофтором, что нам надо подсадить очень быстренько. Покажу вам растения, которые будут вам помогать в этом способе. Поэтому очень большой плюс в том, что мы делаем теплые грядки весной. Конечно, с осени это для нас будет как компост. Это очень хорошо. Но весенняя теплая грядка предопределяет совсем другие нам условия выращивания. Поэтому не бойтесь, заправляйте свои грядки весной и в марте. Я вам даже покажу способ для городских дачников, как вы будете в течение всего года делать сами органику. Если вам интересны мои видео, ставьте класс, подписывайтесь на мой канал. И мы не потеряем друг друга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!